Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала, которые смотрят канал, но не подписываются почему-то. Таких, кстати, намного больше, чем подписчиков. Спасибо всем за ваши лайки, за ваши комментарии, за обратную связь, за подписку. Благодарю! Смотрите, пожалуйста, на моем канале общие торопронозы для каждого знака за диалогом на неделю, на месяц. На год. И также общие торопронозы на различные темы. Работа, карьера, любовь, отношения, исполнение желаний. Приятного просмотра! А сейчас, дорогие наши близнецы, мы посмотрим ваш торопрогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта. И тут мы видим такой арканчик, называется смерть. Может быть такое, что у кого-то из близнецов на этой неделе будет такая, знаете, как перезагрузка полная. Вот что-то уйдет из жизни, то, что уже давно мешало и тянуло на дно. Это может быть все, что угодно. Какие-то переживания. Может быть, да и брак. Может быть и работа, которая не нужна. То есть уйдет то, что логическое завершение называется, как я говорю, чему быть тому не миновать. Так должно было случиться и нет худа без добра. То есть вот что-то уйдет, такое тяжелое, которое вас все время вот тянуло куда-то. Ну, конечно же, может быть это и неожиданный такой вот потеря, то есть и окончание чего-либо неожиданное. В общем, в любом случае, сейчас посмотрим на расклад. Вы знаете, опять вылетает эта карта почему-то. Такие что-то вот поменяется в жизни. На место старого придет что-то новое. Это карта перемен, естественного окончания того, что должно было случиться. И будет все только к лучшему. Так, а сейчас начнем. Да что такое летят все карты для наших близнецов? Прямо у меня вот я колоду тасую и постоянно вылетают какие-то карты. Наверное, неделька будет интересной. Сейчас посмотрим. Итак, первая карта для наших близнецов на неделю с 27 февраля по 5 марта. Так, первая. Пятерка-чаш. Пятерка-чаш это такая печалька, когда чем-то расстроитесь. Кто-то вас разочарует, печаль. В общем, тут нужно устали. Устали. Нужно эмоционально перезагрузиться, полежать, посмотреть сериал, попить чай, кофе, успокоиться. Не нужно так все принимать близко к сердцу. Не нужно. Это усталость. Может сказаться на некоторых близнецах. Все, какая-то даже такая, знаете, истерика может напасть. Не нужно. Следующая карта. Тройка пентаклей. Эта карта говорит о том, что если будут какие-то трудности у вас, обязательно обращайтесь к специалисту. Может быть, даже кто-то за день и что-то вам поможет. Сделай то, что вы сами не можете. Не старайтесь делать сами. Это работа в коллективе, это какой-то вот проект уже есть, что-то решается, уже идет дальше, дело движется, у кого что имею в виду. То есть, как бы тут все нормально. Просто если есть какие-то ситуации, проблемы решать, то нужно обращаться к специалисту. И это карта работы в команде. Это карта прибыли, карта получения, может быть, даже какой-то премии, стипендии. Следующая карта. Один очки. Я эту семерка жезлов. Семерка жезлов. Это карта. Ой, вы знаете, тут две карты. Они почему-то слиплись. Вторую убираю. Так, вроде нет. Чистые. Чего они слиплись? Прям так. Ну, давайте ее уже оставим, раз она прилипла. Я ей тут положу. Сейчас следующую. Семерка жезлов. Это карта, когда человек стоит в обороне. Он находится в выгодном положении. Он знает, как защищать свое, свои цели, проекты, дом. Я не знаю, все что угодно. Деньги, свои мысли. Человек стоит, знаете, как на вершине. Он в выгодном положении. Он строит ограду. Здесь он строит ограду. Видите, обратите внимание. И все, никто не пройдет. Я защищать буду свои права и свое. Никому не отдам. Это карта решительности и настойчивости. Если вам нужно будет что-то доказывать, рассказывать, может быть такое, то вы будете очень решительны и настойчивы. И вы будете в выгодном положении. Карта, которая почему-то так присоединилась, что я не сразу увидела даже, что их две. Это карта шестерочки чаш. Эта карта может означать свидание, приятное. Приятный и подарок. Такой там коробочка конфет, цветочка в букет. Карта на столе, воспоминаний. Карта, может вы будете сидеть и листать фотографии, знаете, рассматривать. Карта, может означать, что могут появиться любовники из прошлого. Карта, кстати, говорит о том, что иногда эти отношения снова возобновляются. Также встреча со старыми друзьями, с которыми давно не виделись. Возможно, поездка домой, в родной дом. Там встреча с родными, какие-то, вот знаете, такие посиделки. Также из прошлого может быть такое, что вам вернут долг, который давно уже вы за него забыли. Или найдете вещь, которую в доме давно потеряли. Это такой, знаете, привет из прошлого. И карта, кстати, означает, что можно... Ой, ну секунду, сейчас упадет. Чуть телефон не упал. В общем, карта, продолжаем. Такой ностальгии. Встреча с прошлым, с друзьями, с родными. Воспоминания, приятный подарок, свидание. Возвращение долгов. Находка потерянного. Все я перечислила. Так, следующая карта. Вылетел туз. Не могу его положить обратно. Туз. Чаш. Это такая восхитительная новость, приятная. Просто сновшибательная, может быть. Может быть, предложение руки и сердца. Может быть, поездка с незабываемыми впечатлениями. Вы будете в восторге. Какая-то новость. Какая-то, может быть, даже новая идея, новый проект, который вот вам по душе очень сильно. В общем, карта радости такого и незабываемых впечатлений ожидает наших близнецов. Так, и еще карта. Из второго ангелов. Совет. Второго ангелов. Совет. Карта. Совет для наших близнецов на неделе. Что же посоветовать? Вот эту возьму. Двойка мечей. Двойка мечей – это карта выбора. И когда выбор тяжело сделать. Когда, может быть, даже невозможно. Из-за обстоятельств каких-либо. Вот. Неспособность или нежелание принять решение. Кстати, еще есть, да, нежелание. Это когда человек закрывает нам все глаза. Все, ничего не буду решать, ничего не хочу делать. Все. Пусть так все и будет. Вы находитесь в безвыходном положении, может быть, такое. И притворство и закрытие глаз – это не решение проблемы. То есть, если у вас будет стоять какой-то выбор близнецы на этой неделе. Что-то решать, что-то выбирать. Да, вы не можете, вы посмотрели, тяжело, вы не понимаете, как все. Не хочу, не буду, не буду ничего решать. Так нельзя делать. То есть, это не решение проблемы. Нужно открыть глаза, все посмотреть, все взвесить и найти решение. И у вас, конечно же, получится. Я думаю, сто процентов. Потому что вот король мечей я достала. Просто так открыла наугад, решила по пути, пока с вами говорила. Ну, а король мечей, он умеет принимать решительные и бескомпромиссные решения. Поэтому, я ж не зря сказала, у вас получится. И вот говорите с уверенностью, карта говорит. Ищите профессиональный совет. Если у вас что-то не получается, вы не можете сделать выбор. Ищите профессионала. Уравновесите умственные и эмоциональные соображения. То, о чем мы уже говорили. Чтобы все было в балансе. Вот такой получился прогноз для наших близнецов на неделю с 27 февраля по 5 марта. Спасибо вам за просмотр, за комментарии, за подписку. Не забывайте нажимать на колокольчик. Приятного вам просмотра. И до новых встреч на моем канале.